Государство это не дядя с дубинкой. Государство это каждый отдельный гражданин. Все вместе они составляют государство. И они договорились между собой, что мы будем следовать определенному закону. Этот закон называется Конституция Республики Беларусь. Мы договорились однажды, что мы все будем следовать этому закону. В том числе и те, кого мы будем избирать в качестве менеджеров городов, областей, республики и так далее. Вот что такое государство. Это договор между обществом, между собой. О том, что мы будем подчиняться каким-то законам, которые должны регулировать отношения между нами. А также это территория, на которой действует этот договор. Договором этим подтирается. Граждане имеют право защитить этот договор, чтобы им не подтирались. Согласно Харти по правам человека Организации Объединенных Наций, право на восстание это неотъемлемое право человека. Если нарушается общественный договор, люди имеют право восстать. Есть, но есть свои нюансы в этом праве на восстании. Восстать против машины, определенной устроенной машины, машины диктатуры, допустим. Для того, чтобы восстать против этой машины, нужно восстать и победить. Нужно иметь, во-первых, оружие, а во-вторых, поддержку всеобщую. Это первое. Первый нюанс. Второй нюанс. Безоружные люди, если они восстанут, они промоют своей кровью асфальт. Любое безоружное восстание, оно обречено на поражение. Поэтому должно быть прописано в Конституцию Республики Беларусь право на оружие. Право на восстание. Право на восстание прописано в Харте ООН. Ее нет необходимости прописывать в Конституции. Смотри, Мефисто, а если государство диктаторское, например, не признает международных законов, там, прав человека, например, не подписывает Конвенцию? Она может не признавать международные законы, права человека и так далее. Харте ООН по правам человека, она описывает естественные права человека, неотъемлемые. Что человек имеет право и какие права у этого человека отнять нельзя, ни при каких обстоятельствах. А вот Харте ООН изучает в школах, Артем? Ну, нет. Хотя на Общество ведения рассказывают про Харте ООН, про Харте по правам человека, про Харте по организации ООН. На уроках истории после Второй мировой войны в девятом классе, когда заканчивают проходить... Не упоминают право на восстание? Главный пункт упоминают? Нет, об этом обычно умалчивают. В Общество ведения, в учебнике Общества ведения написано, что вы можете ознакомиться с Харте ООН по правам человека, если вам это интересно. Ну, в том-то и дело, что Конституция, в Конституции это самый главный закон той или иной государства. И школьники с детства должны это знать. Что Конституция это самый главный закон, который есть в государстве, в том или ином, в котором ты живешь. Ну, не знаю, школьники, по идее, с детства это знают. Да, все-таки, я думаю, Артем, смотри так, что в Конституции таки нужно прописать это. То есть, если делать Конституцию по-нормальному, то надо указать, что источником власти является народ. Далее, главным документом, который имеет юридическую силу, является Конституция. И дальше, в случае нарушения этого договора, народ имеет право на смену власти, так сказать, на восстание. Ну, смотрите, какая ситуация. Мы, в частности, наша страна, которая была давным-давно в древности, она уже напоролась на прописанное право на восстание, так называемую конфедерацию. Напоролись замечательно. У нас эти конфедерации вспыхивали чуть ли не каждый сейм. С определенного момента у нас чуть ли не каждый сейм заканчивался конфедерацией, когда шляхта не могла договориться ни по одному закону. Нет, Артем, ты куда-то не туда ведешь. Смотри, в случае нарушения президентом Конституции или правительством, вот о чем я говорю, право на восстание. Если он не нарушает Конституцию, все нормально действует в рамках своих прав, то никаких вопросов. В том-то и дело, что Конституция написана таким образом, что если президент нарушает Конституцию, то его декрет не действует, а действует Конституция. Это прописано в Конституции. Конституция является основным законом Республики Беларусь. И в случае, если какой-либо закон... Артем, правильно. Но у нас нет права на восстание, то есть он нарушает, ну и что, и терпите быдло, и все, попробуйте, выйдите, и мы вас посадим, мы вас там укатаем, и все, вот чем дело. Это означает, серый, это означает то, что вот декреты, законы, указы, которые издает президент, и которые нарушают конституцию, они незаконные, они только подчеркивают тот факт, что он является узурпатором. Ну вот тоже декрет номер три, опять же, люди имели право на восстание, но у них не было в руках оружия, в итоге мы знаем, чем это закончилось.